Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о пряже испанского производителя фирмы Valencia. Серия называется Mango. Данную пряжу я приобрела в интернет-магазине Кудесница. Ссылочку на данный интернет-магазин я оставлю ниже под этим видео. Здесь 150 граммов, 105 метров и в состав входит 24% мериносовая шерсть, 4% кашемира и 72% акрила. Производитель рекомендует варьировать спицы от восьмерки до десятки. Здесь вполне соглашусь. Пробовала я вязать с данной пряжи лицевую гладь восьмерочка, петли ложатся достаточно ровно, красиво. И уже исходя из вязания, которого я сделала вам в данном видео, это платочная вязка, я начала вязать жилеточку. Здесь я использовала спицы номер 9. Можно также использовать спицы номер 10 на любой рельефный узор. Очень красиво будет ложиться, смотреться, петельки будут достаточно ровные. Что можно связать из данной пряжи? Здесь в принципе очень высокий выбор, очень большой выбор изделий, которые можно связать. Можно связать в принципе все. Начиная от аксессуаров, это какие-то различные шапочки, снуды, шарфы. То есть сейчас очень популярность набирает вязание крупной вязкой, то есть это либо же обычная платочная вязка, то есть это просто лицевые петельки и в изнаночных и в лицевых рядах, как это у меня сейчас представлено. Так и в принципе любые красивые какие-то узоры рельефные, самые простые, они в крупной вязке очень смотрятся красиво. То есть это возможно какие-то жилеты, кардиганы, это какие-то опять же такие шапочки, снуды, свитера. В общем все, что вы любите и все, что вам захочется связать именно из крупной пряжи. Сейчас очень популярный крупный вязкий вязанный меринос и все, что можно связать из него. Вот как раз таки данная пряжа очень сильно чем-то напоминает вот этот крупный меринос. Благодаря небольшому составу кашемира пряжа очень приятная на ощупь, она такая шелковистая, как вы видите, такая пружинистая, классная. В принципе, благодаря вот этому большому составу акрила, а он здесь 72%, как вы помните, то изделие получается износостойким. То есть оно мягкое, практичное и конечно же по поводу стирки. Хочу сразу уточнить, что пряжу, как и все изделия ручного вязания и пряжа, предназначенная для ручного вязания, всегда стираем руками. То есть температура воды не выше 30 градусов, я бы даже сказала, можете использовать прохладнее воду. Это, во-первых, вам продлит срок службы эксплуатации изделия вашего. Во-вторых, конечно же, это не слезет краска, то есть краска не поменяет свою краску. Какой вы выберете изначально цвет, такой он будет, скажем, и по ходу, после стирочки и по ходу носки. Вот, плюс это ваше изделие не будет деформироваться, кошлатиться, то есть не растянется, не сядет. Если это горячая вода, изделие обязательно садится, поэтому учтите, что стираем не выше 30 градусов. Сушим на горизонтальной поверхности до полного высыхания. Ни в коем случае не вешайте ваше изделие на тремпель, как это любят делать, скажем, вешать в шифонер. Конечно же, изделие ваше вытянется и будет вот такими вот растянутыми петлями и выровняется, скажем, удлиниться. Вот, чтобы не получить длинные по колено рукава или вообще в целом кардиган из обычной кофточки, вот, то, конечно же, все храним готовые изделия в сложенном виде в шифонере. Вот, и теперь, конечно же, по поводу, в принципе, что можно связать из данной пряжи и как оно будет, как говорится, выглядеть. Еще раз повторюсь, что это может быть все. Это может быть шапочки, снуды, кардиганы, шарфики, абсолютно любым узором. Единственное, что рекомендую вам, если же это не лицевая гладь, то использовать спицы покрупнее. Вот, как раз-таки, десяточку будет отлично. Если же вы хотите связать какой-то кардиган с косами, жгутами, то, конечно, учтите, что он будет тяжелым. Обязательно учтите, что пряжа достаточно толстая и вам понадобится на даже-даже самый коротенький кардиган небольшого размера, вот, то не менее, скажем, 10-15 моточков, то есть учтите, что это каждый моточек весит 150 грамм. Вот, тут, конечно же, в принципе, я буду вязать обычную жилеточку. Я хочу посмотреть, как она, скажем, сядет на мой размер. У меня достаточно маленький размер, у меня XSS. Вот, и я хочу связать. Сейчас у меня связано два моточка. В ширину получилось связанных два моточка платочной вязкой. Вот сейчас я, как вы видите, повернула вам как раз-таки имитационным швом, вот, боковой стороной. И у меня по длине изделия получилось, я вязала перед спинку и перед вторую полочку вместе. У меня в длину получилось 80 сантиметров и в высоту изделия я связала 32 сантиметра. Но это платочная вязка, которая пружинит, скажем, сжимается. То уже, если бы вязали каким-нибудь другим рельефным узорчиком, например, жемчужным или же двойным жемчужным узором, то изделие было бы уже, конечно же, выше 40 сантиметров. Вот, вот это два моточка. То есть сейчас я в руках держу третий моточек, которым буду уже продолжать вязание. Вот. Пряжа достаточно мягкая, на ощупь приятная. После стирочки учтите, что даже при сушке на ровной поверхности немножечко потянется, совсем немножко. Тем более, это у меня платочная вязка. Платочная вязка как вытянется у меня вверх, так и немножечко потянется в ширину. Я к этому подготовилась, поэтому при расчетах немножечко убрала в сантиметрах вязание, для того, чтобы мне потом после стирки не получилось неприятных, скажем, неожиданностей. В целом, пряжа очень хорошая. Она соответствует цена-качество. И для тех, кто любит эксперименты и, скажем, изделия, которые сейчас модны очень сильно в 21 веке. Пряжу я данную рекомендую. Я из нее буду в дальнейшем вязать. Мне очень хочется связать из нее аксессуары. Я, конечно же, буду использовать другой цвет. Вот. А вы, по желанию, можете связать вот такую жилеточку вместе со мной. Конечно же, не забудьте лайкать. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Делитесь моими видео с друзьями. Смотрите мастер-классы новые, которые выходят на моем канале. Всем пока-пока.